Всем привет дорогие друзья! Сейчас очень хочется чего-то вкусного, яркого, сладкого и чтобы из дому поменьше выходить. Поэтому сегодня я предлагаю вот такой вот очень простенький в приготовлении тортик. Я думаю, что он всем понравится. Это ореховый тортик, очень ореховый, такой насыщенный, очень вкусный и очень быстро уходит. У меня здесь на самом деле очень небольшая порция, а тортик получился довольно-таки большой и очень вкусный. Я сейчас расскажу, готовится все очень просто на самом деле и я думаю, что вам должно понравиться. Для начала нам понадобятся конечно же орехи. Орехи я поджарила в духовке, немножко их так пошелушила, чтобы не было вот этой лишней кожурки. Это вообще не принципиально, можно этого не делать. Затем орехи я измельчаю в блендере. Можно конечно же их порубить скалкой, но довольно мелко, чтобы они были у вас мелкие. Не в пыль, конечно, но мелко. Затем взбиваются у нас белки со щепоткой соли. После того, как белки превратились в легкую такую воздушную пену, к ним мы добавляем сахар. Медленно по чуть-чуть добавляем, вводим весь сахар и отставляем наши белки взбиваться до полного растворения сахара. Тем временем, пока у меня взбиваются белки, смешаю сухие составляющие. У меня это просеянная, конечно же, мука, добавляю к ней орехи и хорошенько перемешиваю. Такая ароматная смесь получается. Можно даже добавить чуточку корицы, но я не фанат, поэтому не буду этого делать. Также нам понадобится сюда немножечко меда. Буквально тут 60 грамм меда, совсем чуть-чуть, 2 столовые ложки. Просто я так, он у меня не совсем жидкий, поэтому отвешиваю. К меду добавляю сразу сюда соду. Соду гасить нигде отдельно не нужно, если мед у вас хорошего качества и вы за него в курсе и в ответе. И добавляем сюда же желтки. Также я эту порцию делала и на 5 яиц. Если я делаю вот на 3 яйца порцию, то это у меня было где-то на форму размером 21 сантиметр. Если вы делаете на 5 яиц, я рецепт оставлю и такой, и такой в описании под видео, то это где-то на 24-26 сантиметров тортик. Посмотрите, какая красота однородная у вас должна получиться из желтков и меда. Если мед у вас уже засахарился, подтопите его чуть-чуть в микроволновке, просто до размягчения. Смотрите, взбитый мой белок. Сахар растворился. Добавляю сюда медово-яичную смесь, медово-желтковую. И совсем-совсем чуть-чуть, буквально несколько движений венчиков, для того, чтобы соединить немножечко белок и желтковую массу. Много не переусердствуйте, чтобы у вас белки не опали. Буквально вот несколько движений. Все, венчик можно убрать. Я буду дальше использовать ложку, так намного удобней. Добавляем сразу же сюда всю муку с орехами. И перемешиваем либо ложкой, либо лопаткой. Мне удобнее ложкой это делать. Снизу вверх замешиваем всю эту смесь. Я пекла этот тортик в двух вариантах. Можно выпекать сразу одним целым коржом, как бисквит, но он тогда получается ниже. И в этот раз я решила немножечко зафилонить и испекла все-таки целиком. Так, конечно, проще, не заморачивайся. Но тортик получается выше и пышнее, если вы печете каждый корж по отдельности. То бишь, это три коржа. Если вы печете три коржа, то это где-то по температуре 180 градусов, 15-20 минут печется у вас каждый корж. Так как я пекла целиком, то у меня пекся он около часа практически. Пробуйте его на сухую шпажку. Вот такие вот яркие и пористые ореховые коржи у вас должны получиться. Разделила их на три штуки. И теперь к ним нужно приготовить крем. Для крема нам понадобится размягченное сливочное масло. Оно у меня постояло при комнатной температуре. И также при комнатной температуре у меня стояла сгущенка не вареное, обычное белое. Масло мы взбиваем минуток этак 5-7 для того, чтобы оно стало пышнее и посветлело. И теперь такой же комнатной температуры, тоненькой струйкой вводим сгущенку. Постоянно взбиваем. Вы видите, совсем тоненькая струйка. Я ввожу и взбиваю одновременно. Масса должна получиться абсолютно однородной. Если вдруг она у вас чуть-чуть расслаивается, это значит, что у вас продукты были не одинаковой температуры. Вот такой вот однородный крем у вас получился. Он хорошо стабильный такой. В холодильнике схватывается, потому что там есть масло. Нигде ничего не расслоилось. Все, теперь можно приступать к сборке тортика. Я еще этот тортик буду чуть-чуть пропитывать. Буквально здесь у меня 100-120 грамм кипяченой воды горяченькой, к которой я добавила немножечко еще сахара и немножечко темного рома. Капельку крема на низ для того, чтобы тортик не ездил и пропитываю слегка корж. Совсем чуть-чуть. Он и так получается очень ароматный и мягкий, но этот крем у нас такой, что он не очень пропитывает тортик, поэтому лучше тортик пропитать отдельно. Крем я визуально делю где-то на две с половиной порции, то бишь у меня будет две прослойки крема как бы стандартных и чуть-чуть, чтобы покрыть еще верх тортика. Можно добавить сюда какие-то фрукты, это вообще, этот тортик очень любит, и какие-то персики, и ананасы, все что угодно, все что вы любите, вы можете сюда добавить. Также можно пропитать вот тут немножко боковушки тортика, точнее коржей наших. Укладываем и точно так же крем и последний верхний корж, который мы чуть-чуть подровняем кремом. У меня оставался еще крем творожный с выравниванием тортика предыдущего, и я ним еще выровняла боковушки. Сейчас хочу показать, как очень просто сделать элементарно декор сверху из творожного крема, покрашенного пищевым красителем. Смотрите, сам тортик у меня стоял в холодильнике, то есть нижний крем у меня холодный, а крем, который в корнетиках, он у меня комнатной температуры, для того, чтобы он был мягкий и хорошо распределялся. У меня здесь красный и оранжевый цвет. Будет очень красиво, очень ярко. Ставлю, вы видите, вот такие вот небольшие точечки по краю. Понадобится вот такая штучка, можно вообще использовать кредитку, можно использовать какой-нибудь шпатель или вообще можно использовать лопатку. Вот, у меня лопатка примерно такой же формы. У меня эта штука вообще и шла в комплекте для поклейки стекла на телефон. И смотрите, что я делаю. Прокручиваю и делаю вот такой вот цветок. Крем я не снимаю, просто делаю мазки, не снимая крем, чтобы у нас получалось именно смешивание цветов. Можно было бы на этом остановиться, но я сделаю так, чтобы у меня полностью все было прокрашено. А здесь уже не принципиально, можно вообще ничего больше не делать, можно что-то сверху посыпать. Здесь уже по вашему усмотрению и так уже очень красиво получается. А главное, очень быстро. Получается очень красивый тортик. Я думаю, что вам, чтобы побаловать всю свою семью, которая сейчас, возможно, сидит дома. И порадовать их очень тоже хочется. Обязательно попробуйте, это очень вкусно и очень просто. А с вами, как всегда, был Кекс. Пускай вы и ваши семьи всегда будут здоровы. До новых встреч, пока-пока!